Они еще школьники, но уже совсем скоро всем этим ребятам предстоит сделать ответственный шаг, определиться с выбором будущей профессии и учебным заведением, где ее получать. Планируя свой учебный год, старшеклассники, как правило, вносят в расписание поездки в вузы на Дни открытых дверей. Но в этот раз учреждения приехали к ним сами. Комитет по образованию администрации городского округа Щелково провел масштабное профориентационное мероприятие «Профистарт». Мы знаем, как непросто детям в 10-м классе, в 11-м классе выбрать вуз. И сегодня мы пригласили 8 вузов Москвы и Подмосковья для того, чтобы они познакомили детей и с требованиями, которые необходимы при поступлении, со своими специальностями, различными направлениями. Мероприятие состоялось в новом корпусе школы номер 16, расположенном в Жигалове. Площадки «Профистарта» посетили более 500 старшеклассников. Это щелковские школьники, а также ребята из соседних муниципалитетов Лосина-Петровского, Фрязина и Звездного городка. Впервые корпус школы номер 16 стал площадкой для проведения такого масштабного мероприятия, которое также состоялось впервые в округе. Жить надо под девизом «У меня все получится, я добьюсь своих самых главных целей, я вам этого желаю». Вузы гуманитарного и технического направления представили свою программу. Так, Институт развития образования Академии социального управления сделал акцент не только на условиях поступления, но и рассказал, на что обратить внимание при сдаче ЕГЭ. Академия социального управления – это подведомственное министерство образования Московской области, ВУЗ. Мы занимаемся подготовкой, организационно-технологическим сопровождением к государственной токовой аттестации и подготовкой экспертов предметных комиссий, педагогов профильной подготовки предметной. И хотим представить деткам в качестве советов, какие нужно соблюдать правила при проведении и при участии в ЕГЭ, как лучше и когда лучше начать подготовку, какие типичные ошибки, которые можно успеть заметить и избежать. Для многих из них выбор будущей профессии уже определен, но кто-то еще в раздумьях. В 10 классе это уже нужно сделать, но при этом это очень тяжело, потому что очень огромное в нынешнее время разнообразие всех профессий. Ты смотришь в одно направление, тебе нравится то, через день ты читаешь другое, тебе нравится то. И вот из-за этого всего разнообразия ты сидишь и думаешь, а кто же я вообще. Мероприятие очень полезно, потому что ученики, которые еще не могут определиться с университетом, кто куда хочет поступить и кем быть в будущем, здесь помогают с выбором. Мы ходим, смотрим, мастер-классы проводят, и мы понимаем, что нам ближе. Было интересно, наверное, в логистике, то есть разобраться в логистике, учитывая, что это достаточно сложная тема, но как педагог объясняет ее фундаментально, становится намного проще и приятнее для понимания. Определиться с профессией – один из самых важных жизненных этапов, и главное, чтобы она действительно была подходящей, тогда и труд будет в радость. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.